Харе Кришна Ежегодно в Джайпур приезжают миллионы туристов со всего земного шара. Это очень красивый город, история которого пропитана необыкновенной культурой и духовностью. Сегодня мы с вами окажемся в самом центре города Джайпур, в городском дворце и в храме Радхи Гавинды. Многие жители города хранят в своем сердце образ божества Гавиндаджи, которому поклонялся Рупа Госвами во Вриндаване. 300 лет назад изначальные божества Вриндавана были перевезены в Джайпур и им тут поклоняются до сих пор. Тысячи преданных, начиная с пяти утра, посещают этот храм ежедневно. Несмотря на многочисленные толпы паломников, в этом месте ощущается истинное умиротворение. Этот храм является сердцем Джайпура. Поклоняться Кришне несложно. Вы можете просто купить цветы для подношения Гавиндаджи. Кришна говорит в Бхагавадгите о том, что примет даже простое подношение. Сейчас на алтаре происходит церемония Арати. Наблюдая за тем, как Пуджаре предлагает свое служение Кришне, человек получает такое же благо, словно он сам совершает это Арати. Поэтому тысячи людей ежедневно приходят в этот храм для того, чтобы поучаствовать в служении Божества. После Арати священнослужитель окропляет преданных священной водой, которая смывает с человека все его грехи. Многие люди делают подношения Кришне и просят помощи в разных жизненных ситуациях. Но те, кто поклоняется Кришне с чистым сердцем, делают это из любви, не ожидая ничего взамен. В этом храме царит чудесная атмосфера. Если вы хотите ощутить, что такое преданность Кришне, обязательно приезжайте в Джайпур, в храм Гавиндаджи. Сама архитектура этого храма похожа на застывшие звуки Киртана во славу Радхи и Кришне. Божество Гавиндаджи было установлено во Вриндаване правнуком Кришне, Махараджи Ваджарнабхой, 5000 лет назад. Сейчас служение Кришне и Шлематярдхаране продолжается в Джайпуре, и вайшнавы испытывают неподдельную радость, приходя в этот храм. Следуя по пути Бхакти, человек начинает ощущать в своем сердце истинную радость о соприкосновении с Кришной. Поклонение Гавиндаджи приносит глубокое удовлетворение душе, и вы сможете ощутить это в главном храме Джайпура. На протяжении 5000 лет Гавиндаджи поклонялись не только простые люди, но и величайшие цари. Сейчас храм закрывается, и мы отправимся с вами в городской дворец. СИТИ ПЕЛОС СИТИ ПЕЛОС Это одна из основных достопримечательностей Джайпура. Именно здесь проживала династия царей, и тут проходили все торжественные церемонии. Современная царская семья Джайпура также проживает в этом месте. Внутри дворца существуют тронные залы и разные музеи из царской одежды и оружия. Для туристов тут есть на что посмотреть. Однако снимать внутрь музея нельзя, поэтому необходимо приехать и увидеть все самостоятельно. Во внутреннем дворе находится галерея, которая использовалась в качестве зала для аудиенций, в которой Махараджа советовались со своими министрами. Здесь вы увидите два огромных серебряных сосуда, которые считаются самыми большими серебряными предметами в мире. История их возникновения связана с Махараджей Мадхасингом II. Махараджа Савай Мадхасинг II взошел на трон в возрасте 19 лет. В 1899 году жестокий голод устранился по всей Индии и опустошил большую часть страны. Махараджа пожертвовал 25 лак хапрутий, в то время это была просто огромная сумма, на создание постоянного всеиндийского фонда помощи голодающим. Благодеяния Махараджа Мадхасинг II выходили за пределы его собственной страны или веры. Он внес в свой вклад строительство как католических, так и протестантских церквей, а также мечети для мусульман. Махараджа был покровителем поэтов, ученых и художников. Его глубокая религиозная преданность и благочестие сделали его идеальным индусским правителем, а добродушие и либеральное сердце завоевали ему любовь и восхищение всех классов и его подлинг. Махараджа Сабай Мадхасинг II стал первым правителем Джейпура, чья нога ступила на английскую землю. В 1902 году он отправился в Англию, чтобы принять участие в коронации короля Эдуарда VII. В эту поездку он взял с собой воду из ганги в больших серебряных кувшинах, которые называются ганга-джали. Джал – это вода, а ганга – это название священной индийской реки. Это самые большие серебряные предметы в мире, занесенные в Книгу рекордов Гиннеса. Они были сделаны двумя мастерами, которых звали Габин-дарам и Мадада. Каждый кувшин весит 345 килограмм и был сделан из 14 тысяч серебряных монет. Один кувшин вмещает в себя 4091 литр воды. Махараджа не хотел терять связь со своей религией и поэтому пил только воду ганги, не прикасаясь к воде из Англии. Духовная жизнь начинается с языка. Если человек ест прасад и пьет воду из священных водоемов, а также произносит своими устами святые имена, то где бы он ни был, такой человек находится под защитой Кришны и Шли Матери Дхарани. Давайте вернемся в храм Габин-даджи. В Вишнурахасе есть следующее утверждение. Результаты тысячелетних аскез с преданностью совершаемых в Сати-югу в Кали-югу с легкостью можно обрести благодаря повторению имен Шли Гавинда. От всей души хочется пожелать вам как можно быстрее приехать в Джи-югу. И услышать, как тысячи преданных в раме Габин-даджи поют Киртон, воспевая его славу. Много преданных начинают свой день в пять утра с Мангаларати в этом храме. И после трудового дня приходят вечером на Даршин. Таким образом, их ум сосредоточен на Кришне с утра до вечера. Чувство любви к Гавинда-джи тут разливается повсюду. И атмосфера Бахти настолько плотная, что ее можно резать. Приезжайте к Гавинда-джи и получите одно из самых ярких впечатлений от посещения Индии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok